Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Как живется ветераном? Как организована социальная поддержка и досуг для этой категории граждан? Об этом говорим сегодня и в нашей студии директор Самарского дворца ветеранов Ольга Баранова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, несколько слов об учреждении, которое вы возглавляете, когда оно было организовано и для кого в первую очередь предназначено. Я работаю в уникальном учреждении, оно называется Самарский дворец ветеранов. И, собственно, процесс открытия, он тоже был уникальным, потому что решение об открытии дворца ветеранов было принято в ноябре 2000 года. И уже 9 мая 2001 года дворец ветеранов распахнул свои двери для пожилых жителей нашего города, для ветеранов, для инвалидов. То есть практически меньше года заняла стройка. И с тех пор, то есть в этом году, в 2015 году, в 2016 году дворцу ветеранов исполнилось 15 лет. То есть это был такой творческий юбилейный сезон для дворца ветеранов. И возможность подвести некоторые итоги нашей деятельности. И действительно, за это время можно сказать, что есть чем гордиться, что во дворце создана интересная такая инновационная модель организации досуга пожилых людей, организации их свободного времени, оказания социальной поддержки нуждающимся людям. Есть уникальные проекты, есть уникальные мероприятия, которые проводятся на уровне города, у которых есть своя целевая аудитория, и которые, собственно, способствуют тому, что вот этот серебряный возраст – это своего рода возраст достижений. Потому что это время, когда у пожилого человека появляется прежде всего время для самого себя, для реализации каких-то своих интересов, для того, ну, до чего, когда человек работал, воспитывал детей, потом внуков, практически времени не было. А сейчас вот такая возможность у него есть, и мы в реализации этих интересов помогаем жителям города. Ну, понятно, что организуются мероприятия, есть различные проекты, но главное, мне кажется, атмосфера. И востребованность учреждения доказывается тем, что вот число приходящих в него с каждым годом не уменьшается, а увеличивается. Скажите, как у вас вот с такой статистикой? Увеличивается ли поток? Это и расскажут, и скажут как раз о том, что у вас хорошая атмосфера. И вот вы над этим как-то вот задумываетесь, работаете. Вы очень правильно задаете вопрос. Действительно, вот 15-летие дворца, мы много к этому юбилею готовились, со многими людьми встречались, спрашивали, вот что такое для вас сегодня дворец ветеранов? И вы знаете, очень были интересные ответы, на мой взгляд. Во-первых, родилось такое выражение, характеризующее деятельность дворца – дом, где согреваются сердца. Это действительно так. И мы видим по тому количеству людей, которые приходят к нам ежедневно, ежемесячно, ежегодно, что количество людей только возрастает. Причем цифры действительно говорят сами за себя. Если пять лет назад количество обратившихся к нам во дворе за помощью, за поддержкой, за участием было в районе 40 тысяч человек в год, то 2015 год – это уже 63 тысячи 400 человек. И вот сегодня как раз мы подводили итоги первых шести месяцев 2016 года, и статистика говорит о том, что уже 38 тысяч человек за полгода пришли к нам. И на мой взгляд, ну, это не только цифры, но за этими цифрами стоят конкретные люди, которые, придя к нам, у нас и остались. Есть Валентина Илларионовна, странина, она председатель общества, ветеранское общество «Друженики тыла». И вот в беседе с ней я задала вопрос, я что такое, Валентина Иларионовна, вы практически с основания дворца приходите к нам. Что вот для вас сегодня дворец ветеранов? Вы знаете, она сказала, многие люди приходят в храм для того, чтобы получить помощь, поддержку, приникнуть вот к какому-то источнику, в котором можно черпать силы, позитивные какие-то мысли. А мы приходим во дворец, потому что у нас здесь друзья, потому что здесь нас встречают радушно, с теплом и готовы практически во всех наших нуждах оказать помощь. Во-вторых, мы общаемся друг с другом, это очень важно, очень важно найти единомышленников по общему делу, по каким-то устремлениям. И, собственно, потому что жизнь, она продолжается, и в силах каждого человека сделать эту жизнь насыщенной. Вот само сочетание дворец ветеранов на первый взгляд какое-то несовместимое, но на самом деле у вас действительно как дворец. Я помню, когда посетила, высокое, хорошее здание, уютное. И не могу не вспомнить одного человека, который тоже к вам приходит уже много лет, это Эдуард Брониславович Марчик. Наверное, вы знакомы. Житель блокадного Ленинграда, член общественной организации. Ребенок, да, вот он был ребенком во время войны. И вот он с таким удовольствием тоже посещает центр, и именно там я с ним вот и встречалась для того, чтобы записать интервью. И действительно вот ощутила вот эту обстановку, что никто как бы даже не то, что не противился записи интервью, а встретили, разместили, очень хорошо действительно почувствовалась атмосфера. Теперь все-таки хочется поговорить о проблемах, потому что понятно, что для пожилых людей не только досуг является большой проблемой, самой большой, а, наверное, есть такие вещи, в которых они нуждаются в конкретной практической помощи, вот что вот, и в каких-то услугах. Вот есть ли они у вас, они, во-первых, платные или бесплатные, и есть ли действительно платные услуги, которые вы оказываете, обоснованные? Угу. Действительно, с разными проблемами приходят к нам ветераны, пожилые граждане. Это могут быть не только люди пенсионного возраста, но и предпенсионного возраста. Наши двери открыты для всех. И в зависимости от того, с чем к нам приходят, с какой проблемой, мы по возможности пытаемся помочь. Ну, в частности, вот есть у нас такое направление деятельности, как социальная поддержка. То есть в рамках этого направления у нас работает юрист, то есть оказывает юридическую помощь по любым вопросам, которые необходимы. Это бесплатные юридические услуги два раза в неделю, без всякой записи прийти во дворец ветеранов и, собственно, получить необходимую помощь. Это психологическая помощь, потому что одна из, наверное, самых главных и тяжелых проблем людей пожилого возраста, это проблемы одиночества, проблемы, где-то насилие в семье. Есть и такие проблемы, когда, ну, к сожалению, это есть. И человеку бывает порой некуда прийти, даже элементарно высказать, да, пожаловаться, да, какие-то найти вот такие возможные пути. С этим работает психолог. У нас очень хороший психолог, и есть индивидуальные консультации, групповые консультации, неплохие проекты, акции, которые тоже, на наш взгляд, помогают людям. Это, например, акция «Дни красоты». Это каждую неделю по средам к нам приходят желающие сделать, так сказать, свою внешность более красивой. То есть по договору о сотрудничестве с колледжем и дизайном студенты, выпускники приходят к нам во дворец, и, ну, человек по 70, иногда и побольше бывает, что вот уходят от нас красивыми. То есть такая, вот такая форма и такая возможность помочь. Кроме того, есть у нас, ну, сейчас вот очень сложно сказать, какие-то проблемы еще назвать. Очень, наверное, немаловажное бывает какое-то информационное сопровождение деятельности, да, нашей. То есть очень важно, чтобы до людей дошла информация, куда они могут прийти, для чего они могут прийти. Вот поэтому вынуждены были издавать свою газету. То есть у нас есть газета, называется она «Самарский ветеран», то есть это газета о ветеранах и для ветеранных. У вас еще есть сайт есть, и я, Ольга Николаевна, вот вопреки существующему мнению, что пожилые люди не пользуются интернетом, вот хотела бы спросить, вот есть какой-то вот эффект от вашего сайта? Мы не просто, вот понимаете, всегда есть причина, следствие и результат. Понимая, что и нынешнее поколение живет в большинстве своем в интернет-пространстве, и что у пожилых людей эта потребность тоже есть, потому что... И есть дети у пожилых людей, которые могут даже заглянуть. Есть дети, есть внуки, которые живут не только в Самаре, в других городах и странах, с которыми тоже нужно общаться, и эта возможность дает интернет. Вынуждены были открыть компьютерные курсы, то есть мы сначала людей обучаем компьютерной грамотности, работе в интернет-пространстве, осваивают какие-то элементарные программы, Word и так далее, Excel, которые позволяют. И с тем, чтобы вот этот процесс... У нас есть сайт, у нас есть группа в Одноклассниках, Самарский дворец ветеранов. Мы в этом году ее открыли, и надо сказать, что вот сегодня как раз ее открывало уже более тысячи фотографий в Одноклассниках, 29 сюжетов, видео, в том числе и то, что СМИ про нас рассказывает, показывает, тоже в Одноклассниках. То есть люди имеют возможность ознакомиться с ней. Вот, и основной упор все-таки и я, и мой коллектив ориентирован на то, чтобы максимально помочь в любой проблеме. Понятно. С удивлением обнаружила, что у вас есть такое направление, как бальные танцы. Неужели есть желающие, пожилые относительно люди там танцевать именно бальные танцы, что впечатляет? И бальные танцы, и эстрадные танцы, и современные танцы, и народные танцы. Вот наша как бы установка такая. Пришел человек, обратился, ему нравятся бальные танцы. И в свое время, в 2003 году, было открыто объединение, которое называется «Ансамбль бального танца «Сеньоры», которое в августе прошлого года получило звание «Народный самодеятельный коллектив». Это очень сильный, достойный коллектив, в котором сейчас более 50 человек, и в их репертуаре более 40 танцев. Это и латиноамериканские, ча-ча-ча, у нас девушки-юноши танцуют, вальс, латино. То есть сами шьют костюмы, это определенные программы, это балы. То есть традиционно в течение нескольких лет весенние, осенние балы, когда коллектив показывает свое творчество всем желающим. Это обязательно их участие в наших концертах, в выездных концертах, потому что гастрольная жизнь коллектива дворца тоже очень насыщенная. Но приходят люди, которые сказали, ну, бальные танцы – это красиво, но мы вот склонны больше к народным танцам. Пришлось открыть коллектив народного танца, называется «Волжаночки». Замечательный руководитель и в том, и в другом музе Ивана Клемина. Ансамблем народного танца руководит Романов Константин Иванович, известный в нашем городе «Танцор». То есть у этого коллектива другая направленность. А есть люди, которые говорят, что нам интересна духовая музыка, танцы под духовой оркестр, и такие у нас тоже есть. То есть мы активно сотрудничаем с муниципальным духовым оркестром под управлением Марка Когана, и они два раза в месяц приезжают к нам на нашей площадке. Это танцующий дворец, я очень люблю эти танцы, духовой оркестр, потому что духовая музыка, она особенная. И наш дворец сконструирован так, что атриум, который с первого этажа до третьего, он позволяет звукам распространяться на весь дворец. И бывает так, что всежелающих наш небольшой актовый зал не может вместить. Поэтому танцующие пары на первом, на втором, на третьем – это такая танцующая республика. Да, вот интересно. А есть люди, определенная категория людей, которым ни те, ни другие, ни третьи. Ну да, смотрим, но не так интересно. Они любят современные танцы, и это дискотеки. Дискотеки. Дискотеки два раза в месяц, по воскресеньям, три часа. И есть, наверное, каждый раз это более 150 человек, которые танцуют под современную музыку. И вот так. Не стареют душой ветераны. Не стареют душой ветераны, и мы стараемся в этих желаниях помочь. Вот поэтому... Да. И еще такая группа, вы назвали, ее обозначили в самом начале разговора – это инвалиды. Вот я хотела уточнить, вы занимаетесь с ними как-то обособленно? Потому что понятно, что специфика должна быть и есть, собственно говоря. Специфика есть. Но, с другой стороны, неправильно было бы отделять и выделять какую-то категорию. Нет, нет. Вот как организована эта работа? Не выделяется. Во-первых, муниципальная программа городского округа Самара называется она «Социальная поддержка ветеранов-инвалидов граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других мобильных групп граждан». Она позволила оборудовать наш дворец вот с точки зрения доступности. То есть практически сегодня все категории инвалидов имеют возможность пользоваться услугами дворца. Инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению, по слуху. То есть это дворец, оборудованный пантусами и специально оборудованными туалетными комнатами. Есть, несмотря на то, что у нас три этажа, есть лифт, который позволяет подняться и на третий этаж, и на второй, а там тоже своя деятельная жизнь. Это во-первых. Во-вторых, естественно, что все мероприятия, которые проводятся дворцом, они проводятся для всех категорий. Вот какие-то... Ну, проводим мы и отдельные мероприятия для, например, актива общественных организаций инвалидов. Вот совсем недавно, 30 августа, во дворце прошел традиционный уже осенний калейдоскоп, когда общественные организации инвалидов районные принесли, так сказать, дары осени, взращенные своими руками, выращенными овощами, фруктами. Это были красиво накрытые столы, причем, ну, вот действительно такое разноцветие, разновкусие было представлено, и каждая еще организация представляла свой стол, то, чего они принесли, приветствовали другие команды, то есть еще и вот такая визитная карточка. И закончилось это все совместным чаепитиям, собственно, и уплетанием пирогов, тортов и так далее. Это было красиво, это было... Вот такие специализированные мероприятия тоже проходят. Кроме того, я думаю, что следует назвать одну еще форму сотрудничества с государственным учреждением, центром занятости. То есть у нас на нашей базе проводится на регулярной основе ярмарки вакансий для людей предпенсионного возраста, пенсионных и инвалидов. То есть те люди, которые нуждаются в трудоустройстве, мы тоже вот позволяем... Да, и информационная поддержка, и конкретно уже трудоустройство. А заканчиваются вот такие ярмарки реальным трудоустройством? Или очень мало фактов? Есть, есть факты, реальные факты, и это по статистике центра занятости и по тем отзывам, которые мы имеем от людей. То есть действительно, каждая ярмарка вакансий – это более тысячи человек. И я реально понимаю, что если люди приходят и обращаются, значит, отклик есть, это востребовано, и люди получают конкретно... И есть результат. Если бы не было результата, то, наверное, никто бы и не приходил. Однозначно. Вы так зрелищно, если так можно сказать, рассказали о ярмарке осенних плодов. Я знаю, что вы принесли фотографии, чтобы еще увидеть, подтвердить вот ваше мероприятие, как проходит. Мы посмотрим фотографии, а вы можете их комментировать. Довольствие. Ну а пока я хотела спросить про... А, вот уже появились фотографии. Ну вот, как раз это что за ансамбль? Это коллектив из ДК «Заря», «Малая Родина». Это мероприятие, у нас интересный проект, называется «Втреча поколений». Ой, как быстро, можно чуть листать. Можно чуть помедлить. Даже вот молодежь, смотрю. Это молодежь. Это новый проект. У нас артисты театра оперы и балета в гостях у Дворца ветеранов. Был солист театра оперы и балета. Это народные праздники, обрядовые праздники. Это зал ваш, да? Нет, нет, не ваш, потому что я смотрю большой какой зал. К сожалению, большая проблема, что у нас нет своего полноценного зала. Но благодаря, так сказать, участию Олега Борисовича Фурсова в этом году мы получили возможность проводить наши мероприятия на базе муниципальных учреждений культуры. Это был ДК «Заря». Это вот как раз на крыльце у Дворца ветеранов. В гостях у нас был герой России Станкевич Игорь Валентинович. Это наша вот как раз часть коллектива ансамбля бального танца «Сеньоры», их зажигательные танцы. А это с одного из фестивалей, который называется «Самарские сезоны». Можно о нем рассказать. Это направление, которое называется «Социальное партнерство», работа с общественными организациями ветеранов, инвалидов. Это было заседание. Это один из наших коллективов. Интересно, что и костюм, это у всех великолепные, у коллективов. Да, народный коллектив, который участвовал в очередном мероприятии. А кто помогает с костюмом? Потому что я знаю, что для творческих коллективов, танцевальных, это очень актуальная тема и проблема даже, когда они не могут менять. Да, да, да. Но это проблема и наша проблема. У нас есть... Ну, так не видно по фотографиям. Выходим, решаем. Есть у нас академический хор ветеранов, военные труда, вооруженных сил и правоохранительных органов под руководством почетного гражданина Самарской области профессора Владимира Михайловича Ощепкова. Но это такой концертирующий коллектив, который в этом году вернулся из Крыма. Там представляло наше творчество, хоровое искусство. Вот для них сшили костюмы на средства бюджетные. То есть это вот такой... Ну, понятно, что нужно поддерживать, нужно помогать. А те коллективы, которые вот еще, наверное, не набрали таких оборотов, сами. Шьем сами, пытаемся как-то спонсоров привлекать. Кто ткань даст, а наши рукодельницы сошьют. Вот таким образом выходим из положения. А как вы сотрудничаете с другими ветеранскими организациями? Вот была фотография, я видела там и Владимира Николаевича Пронина. Да, Пронина. И других представителей общественных организаций. Вы знаете, это очень большое, одно из больших направлений в деятельности дворца. Это как раз вот в рамках социального партнерства поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций. И в этом плане мы оказываем всемирную помощь в проведении мероприятий именно общественными организациями ветеранов и инвалидов. Это проведение семинаров, пленумов, концертов, творческих встреч. Причем мы осуществляем не только, так сказать, методическую подпитку материалами, сценариями, но и сами их проводим. Вот, приглашаем на нашу базу. То есть формы самые различные. Причем ведь большая часть ветеранского движения нашего города достаточно уже возрастное. То есть есть организации, как, например, городское общество дальневосточников-забайкальцев. Нина Алексеевна Крутовская возглавляет его средний возраст, сами понимаете, 90-е более лет. Но, тем не менее, организация активная, которые пишут книги, мы их занимаемся презентацией, проводят мероприятия. И, в частности, 7 сентября мы во дворце будем проводить день окончания Второй мировой войны, как раз вот с участием дальневосточников-забайкальцев и детей обязательно. Потому что вот проект «Наш встреча поколений», он говорит о том, что вот эта цепочка, вот эта связь поколений, она должна быть неразрывной. То есть там, где есть ветераны, там обязательно должны быть дети. видеть, слышать, пропускать через себя. То есть вот тот самый патриотизм, он не словесный, не какой-то вот такой провозглашаемый. Он ежедневный через выставки, через уроки мужества, через проведение экскурсий в музеях на нашей базе, через какие-то акции, которые проводят дети для ветеранов, а ветеранов, а ветераны для детей. Да, как раз это был мой следующий вопрос, как раз про связь поколений, потому что опять же я противница того, что вот пожилые, да, вот чтобы какая-то была группа, и она была отдельно. Ни в коем случае. Вот вы уже на него практически ответили. И... Тем более, что, знаете, мне кажется, вот не каждый даже пойдет вот боязнь ассоциировать себя с пожилым, с ветераном, с пенсионером, особенно женщинам, мне кажется. А вы знаете, Татьяна, дворец ветеранов. Кредо у нас какое? Жизнь после пенсии только начинается. А, ну вот тогда. И это не я сказала, это сказали те люди, которые пришли к нам. И вот про то, что дети должны быть во дворце, и он сжив детьми, он сжив преемственностью поколений. Вы знаете, очень много интересных форм, вот я назвала несколько, но обязательное поздравление, например, детей. То есть есть у нас проект, когда дети приезжают с концертами для ветеранов. И очень часто не мы это инициируем. Школы, библиотеки, учреждения культуры, высшая школа. То есть дворец имеет, ну, наверное, и связи, и вот какой-то... Люди понимают, что это место, где есть реальная жизнь, где есть ветераны, которые нуждаются в этом, и которым можно показать это все, и нужно показать. Вот поэтому выставки очень часто. Вот сейчас, 9 сентября, к 430-летию нашего города, к дню окончания Второй мировой войны, мы будем открывать выставку художественную и декоративно-прикладного творчества ветеранов. Она называется «Победные крылья Самары». То есть два этажа, они, дворца нашего, сконструированы так, что мы их используем как выставочные залы. И на втором и на третьем этаже будут работы ветеранов, выполненные в разных техниках. Это будет и живопись, это будет вышивка, это будет торсион, это будет керамика, это будет много всего. И вот соответствующие тематики. А дальше уже следующий процесс, когда приходят к нам школьники на основании договоров о творческом сотрудничестве. Практически все школы города имеют возможность посмотреть это творчество. То есть у нас работают экскурсоводы, у которых разработаны экскурсионные маршруты. которым рассказывается не только о каких-то художественных произведениях, но прежде всего о людях, которые это все сделали. Потому что очень мало профессиональных художников, очень мало мастеров декоративно-прикладного творчества, которые профессионально это делают. Это любители. И у каждого за плечами из ветеранов есть профессиональный опыт. Есть работа на заводах, на фабриках. Есть какие-то дела, о которых действительно нужно рассказывать и чем гордиться. То есть вот этот процесс, он вот именно такой. Кроме того, что ветераны в большинстве своем профессионалы, потому что и требования были к профессии раньше, другие, они еще очень, да, какие-то абсолютно другие, отличающиеся от нынешнего поколения людей. Они очень душевные, теплые, и с ними действительно находишь удовольствие вообще. Они подойдут, возьмут тебя за руку, напоят и предложат чай, какие-то конфеты, вот обязательно какие-то, то, что сегодня уходит из нашей жизни, окунаясь в атмосферу их, чувствуешь себя совершенно в другой ситуации. Вы знаете, действительно, это есть, и еще зная, что эти люди пережили, что за их плечами. Там Людмила Михайловна Голодяевская, она родилась в концлагере. Там у каждого свой жизненный путь. Лина Донатовна тоже в возрасте 7 лет была угнана с матерью в лагерь и так далее. Но вот сейчас, зная этих людей, слава богу, они живы, проблемы со здоровьем, но это открытые, светлые люди. Людмила Михайловна Голодяевская, известная в нашем городе поэтесса, которая пишет настолько светлые стихи, настолько жизнеутверждающие, позитивные, то иногда просто вот, ну, диву даешься, ну откуда? Откуда столько доброты? Откуда столько особой мудрости, отношения к жизни, не потребительское, именно вот отдать, отдать, поделиться. И только уважение. Вам повезло, что вот вы работаете в такой среде. Есть, конечно, и проблемы. Как бы есть и свои какие-то вот стороны, да, вот этого квадрата, который вот нужно уметь обходить. Но в основном, в общем и целом, это действительно прекрасные люди. Я хотела уточнить, есть ли у вас методические разработки и занимаетесь ли вы этим, чтобы вот эти методики сохранять и распространять даже, потому что это же не уйдет никуда. Связь поколений, переходимость из одного к другому продолжится. Конечно, конечно, однозначно. И сотрудники дворца ориентированы на то. Ну, я им всегда говорю о чем, своим сотрудникам. Дворец ветеранов единственный. В Самаре, в Самарской области, в стране вот только недавно стали появляться, но в таком статусе, в таком содержании подобных нашему учреждению нет. И я им говорю, понимаете, мы с вами творим историю. Если для образовательных учреждений, для учреждений культуры есть типовые программы, утвержденные министерством, и люди следуют им и так далее, то для нас таких не разработок, никаких-то методических пособий нет. Вы такие первопроходцы. Мы первопроходцы, мы первооткрыватели. И вот путем проб, путем общения с ветеранами, прежде всего, какие-то крупицы, зерна, вот ценные зерна такого опыта, они рождаются. Да, главное, чтобы их еще закреплять на бумаге, чтобы это не уходило бессветно. Нет, однозначно. Это закрепляется, это пишутся методички, это выпускаются сборники, это публикуется в газете Самарский ветеран. Хорошо, я рада, что это есть, потому что это действительно важно. Как давно лично вы пришли во Дворец ветеранов, и как так получилось? Какие обстоятельства вас столкнули в эту среду? Да, это интересная история. В Дворце я работаю с 23 апреля 2007 года. То есть 9 лет, как во Дворце. Ни дня не пожалела. Я вообще по своему образованию учитель. То есть я работала в образовании, ну, в дополнительном образовании, была заместителем директора по научной деятельности, и как бы уже сформировано был свой опыт, свое направление деятельности. И так получилось, что предложили Дворец ветеранов. И вот именно подкупило прежде всего то, что это уникальное учреждение, не похоже ни на кого. Возможность реализации, возможность сделать по максимуму вот то, что есть внутри, то, что есть в душе. А в душе достаточно много, потому что много вынесено из семьи. То есть я поздний ребенок, родители уже были достаточно взрослыми людьми, когда меня родили. И они были детьми войны. То есть они сами пережили это все. И я воспитывалась в огромном уважении к пожилым людям. И вот придя на работу во Дворец, я получила возможность отдать то, что я своим родителям не отдала. Сказать то, что вот в обычной жизни, в суете, не доходим. Ну, сами знаем, родители живут рядом, это кажется вечным. Не всегда доходит даже просто вот собраться, сказать там слова любви, слова уважения, тоже не всегда получается. И зная проблемы пожилых людей, что называется изнутри, сделать жизнь, ну, чуть-чуть легче, чуть-чуть позитивнее, чуть-чуть светлее, теплее. И вот это вот... Ой, какие прекрасные у вас цели. У нас остается чуть меньше минут. Я хотела узнать у вас, чему самому главному научили вас пожилые люди и вот ваша работа? Что вы, какой вот вывод? И может быть, такое вот разумие очень короткое. Главное, наверное, что из вот этого девятилетнего опыта я извлекла, это то, что в нашем мире много зла. Много плохого, много вот какого-то жестокого. Создать вот какой-то мир, такой особый мир. Спасибо, вам это удается. К сожалению, время вышло. Спасибо огромное за то, что вы делаете для всех нас. Приходите во дворец ветеранов. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова